МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И как крупнейшая выставка информтехнологий ЦЕБИТ повышает свою популярность? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Историческая встреча лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре все-таки состоялась. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын почти 15 секунд сжали друг другу руки. И вообще оказывали друг другу всяческие знаки внимания. Северокарельский лидер назвал переговоры хорошей прелюдией к миру. А президент США фантастической встречей и грандиозным успехом. Эти громкие заявления звучали на фоне того, что еще совсем недавно оба лидера активно обменивались вовсе не такими комплиментами. Глеб Гаврик продолжит тему. Человечек-ракета, человечек-ракета, больной щенок. Так назвал лидера КНДР Ким Чен Ын и еще год назад президент США Дональд Трамп. А на новость о том, что Пхеньян якобы закончил разработку ракеты, способной достичь территории Соединенных Штатов, Трамп отреагировал так. Они столкнутся с огнем и яростью, такими, каких еще свет не видывал. В ответ на это северокорейский лидер назвал президента США, цитата, «выжившим из ума американским слабоумным стариком». И вот во вторник в Сингапуре еще в недавнем прошлом казавшиеся непримиримыми врагами Дональд Трамп и Ким Чен Ын жмут друг другу руки и подписывают совместный документ. Что же, мы подписываем очень важный и подробный документ. И мы провели отличную встречу, отличные отношения. Сегодня у нас была историческая встреча, и мы решили оставить прошлое позади. На церемонии подписания Трамп сообщил, что ожидает начала динуклеоризации корейского полуострова уже в ближайшее время. Американский президент сообщил, что ему удалось установить с Ким Чен Ыном особые отношения. Он выразил уверенность в том, что в будущем еще много раз встретится с Кимом, которого он намерен пригласить в Вашингтон. Один из центральных вопросов переговоров – будущее северокорейской ядерной программы. Однако, как отмечают многие немецкие СМИ, Ким Чен Ын несколько раз уходил от ответа на вопросы журналистов о том, намерен ли он пойти на динуклеоризацию корейского полуострова. На пресс-конференции Трамп анонсировал скорое официальное окончание войны в Корее. При этом он заявил, что США пока не планируют сокращать свое военное присутствие в регионе, добавив, что военные маневры будут прекращены. Он не уточнил, о каких именно учениях идет речь. Трамп также заявил, что санкции США в отношении Пхеньяна пока останутся в силе, но будут отменены, как только ядерное оружие, цитата, перестанет быть фактором. При этом, что бы ни говорили о президенте США Трампе, ему удалось то, чего не удавалось многим политикам. Уже сам факт встречи с лидером Северной Кореи – событие историческое. Приложила немало усилий для него принимающая страна Сингапур. Саммит США и КНДР этой стране обошелся в 20 миллионов долларов. Как заявили сингапурские власти, сделано это было в интересах безопасности в регионе. Как восприняли достигнутые соглашения за рубежом, расскажет Александр Прокопенко. Встреча Дональда Трампа и Ким Чинына вызвала позитивную реакцию по всему миру. В Европарламенте, к примеру, приветствовали переговоры в Сингапуре и заявили, что если это шаг в сторону нормализации ситуации на полуострове, то нужно и дальше двигаться в подобном направлении. Это, конечно, хорошо, что США и Северная Корея разговаривают друг с другом. Следующий шаг – подключить к процессу других региональных игроков, например, Южную Корею, Китай, Россию или Японию. И главный результат, которого мы хотим достичь, а для этого нужна дорожная карта, это денуклеаризация Кореи, это отказ Пхеньяна от баллистических ракет. Еще один шаг – поиск предпосылок для мирного договора между Севером и Югом. Однако многие эксперты заметили, что каких-то четких деталей подробной дорожной карты представлено не было. Для Ким Чин Ыны на эти переговоры имели мощный пропагандистский эффект. Ему что-то нужно. Встреча с Трампом повышает его легитимность в КНДР, дает перспективу на улучшение экономической ситуации в стране. Ему нужно снятие санкций, ведь хуже всего стало тогда, когда к ним подключился Китай. И санкции привели к тому, что Ким оказался под большим давлением. Ему нужно реагировать, и что бы он ни делал, ему нужен успех. Экспертов интересует, как Северная Корея будет избавляться от ядерного оружия, какие гарантии безопасности Вашингтон готов дать, а также какую роль будет играть экономический аспект. Просто слово «денуклеаризация» мало что значит. Но это всё равно шаг. Мы говорим о дипломатическом процессе. Сделать придётся действительно много, и инспекции – часть этого процесса. И это вопрос доверия. Но такой уровень доверия нельзя установить всего за несколько минут общения, если мы посмотрим на сегодняшнюю встречу. И если Ким говорит об отказе от ядерного оружия, это ещё не значит, что Трампу не нужно будет подтверждения. Впрочем, в этих переговорах интересно буквально всё. И не только то, о чём договорились два лидера, но и то, как они себя вели во время первой встречи. Смотрите, Трамп первым берёт инициативу на себя. Обратите внимание на положение рук. Трамп занимает доминирующую позицию. А у Ким Чин Ына открытый рот. Он напоминает ребёнка, который смотрит вверх. Трамп ростом 190 сантиметров. И Ын со своими 170-ми. Смотрите, Ким как бы делает невидимый глоток. Он выглядит немного неуверенным. Это же его первое появление перед международными СМИ. И тут Трамп снова занимает ведущую роль, провожая Кима в комнату для переговоров. Это напоминает «Вау! Я это сделал! Этого я ждал!» И в какой-то момент Ким даже начинает чувствовать себя более расслабленно, чем Трамп. Он во многом преуспел. Ведь что бы Северная Корея не получила от этой встречи, это победа без каких-либо уступок. И полной денокуляризации не произошло. Многие эксперты обратили внимание на заявление Дональда Трампа о скором окончании войны на корейском полуострове. Они задаются вопросом, а будет ли готов Пхеньян подписать такое соглашение без вывода американских войск из Южной Кореи. Еще одну встречу в Берлине исторической не назовешь, хотя и прошла она впервые за последние полтора года. В немецкой столице провели переговоры главы внешнеполитических ведомств стран Нормандской четверки. Германии, Франции, Украины и России. Прорыва, правда, достичь не удалось. Об этом, а также о других новостях вторника в нашем обзоре. Представления Москвы и Киева о том, какой должна быть миротворческая миссия ООН на востоке Украины, серьезно расходятся. По этому вопросу Нормандской четверки не удалось достичь компромисса. Тем не менее, стороны подтвердили приверженность прежним договоренностям о соблюдении режима прекращения огня, отводе тяжелых вооружений и разминировании территории. Переговоры о формате миссии ООН в Донбассе будут продолжены на уровне политических директоров МИД. Концерн Daimler отзывает 238 тысяч дизельных автомобилей в Германии. Речь идет о моделях Mercedes Vito, C-классе и кроссовере ГЛЦ. В них обнаружено запрещенное устройство, способное отключать систему очистки выхлопных газов. Всего же 774 тысячи автомобилей Mercedes в Европе имеют это устройство. Представители концерна заявили о готовности как можно быстрее устранить обнаруженные недочеты, а также о намерении подать апелляцию. Чемпионат мира по футболу в России может обойтись немецкой экономике более чем в 2,5 миллиарда евро, подсчитали ученые из университета Хоенхайма. В среднем 16 минут рабочего времени в день планируют тратить сотрудники на то, чтобы следить за футбольным первенством. Многие матчи начинаются по немецкому времени в рабочее время. При этом 38% работодателей Германии не против видеотрансляции чемпионата в офисе. Впрочем, 2,5 миллиарда евро – это меньше 0,1% годового ВВП страны. Так что из-за футбольной лихорадки в офисе немецкая экономика, разумеется, не рухнет. Хотя разрешать смотреть футбол на рабочем месте, можно сказать, решение инновационное. Не менее инновационные подходы ищут в эти дни и в немецком Ганновере. Здесь проходит международная выставка информационных технологий ЦЕБИТ. Еще пару лет назад она была самым крупным мероприятием в отрасли. Но с годами число посетителей сократилось почти вдвое. Поэтому ЦЕБИТу решили придать новое лицо. Сделать его ближе к потребителю, прежде всего молодому, и придать ему скорее фестивально-праздничный формат. А ярмарки по-новому в нашем материале. Выставка информационных технологий ЦЕБИТ в обновленном формате. Ярмарка в Ганновере хочет помолодеть, стать похожей на юного хипстера и выглядеть более привлекательной для стартапов. Эта компания занимается разработкой электрических пилотируемых вертолетов-мультикоптеров сверхлегкого класса. В последний раз эту фирму на ЦЕБИТе можно было увидеть пять лет назад. ЦЕБИТ для нас имеет очень большое значение. Это больше, чем просто какая-либо компьютерная ярмарка. Речь идёт о цифровой трансформации общества в целом, о самых прогрессивных технологиях, которые мы объединили и которыми оснастили наш летательный аппарат. А вот этот электромобиль, разработанный стартапом E-Go Mobile в немецком Ахене, стоит всего 16 тысяч евро. Первые покупатели получат такие машины уже в конце нынешнего года. Серийный выпуск «Электробуса» и «Гоумува» планируется начать в следующем году, а в 2021-м запустить в серию его беспилотный вариант. Такие решения, которые по сути являются облачным сервисом, одна из главных тем ярмарки, ведь речь тут идёт не только о мобильности. Много внимания в этом году было уделено искусственному интеллекту и роботом-гуманоидом, роботом-ассистентом. Подняться после того, как оступился, сегодняшним роботом это под силу. Будем надеяться, что встать на ноги сможет и Цебет. Впрочем, как ни стремятся производители переложить многие задачи на роботов-гуманоидов, налицо явная нехватка людей-специалистов. Только в немецкой сфере IT дефицит более полусотни тысяч человек. О развитии событий ДВН расскажут уже завтра, в том числе и на каналах наших партнёров. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова